Подписывайтесь на канал Никсона! Всем привет! Меня зовут Никита, и я тот парень, который ведет канал о ВИЧ. Это канал ВИЧ-спид-активиста, который так и не добился правды на родине и уехал жить в Америку. На канале вы найдете информацию не только о том, как жить с ВИЧ, но и как начать жить лучше с этим диагнозом. Как начать новую жизнь на другом континенте. Оригинальность этого канала – это прямота, с которой Никсон рассказывает все на чистоту и максимально популярно. Заходите, подписывайтесь, ссылка в описании. Всем привет! С вами Таня Генерал, и это канал Субъективно об Америке. В сегодняшнем видео предлагаю поговорить о глобализации. Да, я знаю, очень много людей, которые не одобряют эту тенденцию к тому, что все в мире становится одинаково. Что в любой стране мира можно найти одинаковую еду, одинаковую одежду. Если вдуматься, да, с одной стороны, глобализация ведет к потере индивидуальности. Но, с другой стороны, подумайте об этом. Если кто-то в одной части света уже хорошо и здорово продумал какой-то момент, еду, традиции, и успешно это внедрил и делает это много лет, то вместо того, чтобы самим набивать шишки и идти другим путем, чтобы прийти в конце концов к этому же, можно просто перенять хороший опыт. И сегодня я предлагаю вам обсудить пять вещей, которым весь мир может поучиться у Америки. Все эти вещи не обязательно обещают быть прекрасными, великолепными и полезными, но что сделала Америка? Она довела эти вещи до совершенства. Итак, поехали! Гамбургеры. Не очень полезная и не так, чтобы сказать, очень нужная всему миру штука, но надо признать, что гамбургеры в Америке возведены в абсолют, доведены до совершенства и сделаны образцом для всего оставшегося мира. Начнем с того, что, конечно же, идея положить рубленое мясо и совместить его с овощами и другими составляющими, не нова, и не американцы ее, конечно же, придумали. Например, мы, русские, делаем это каждый день на своей кухне. Мы смешиваем мясо, овощи, рис, макароны, все что угодно. Но положить котлету между двумя булочками, добавить туда листик салата, помидора, огурца, сыр и какой-то соус, и получить из этого очень удобную штуку, которую можно взять в руки и куда-то с этим пойти, и на ходу это есть, конечно же, американцы со своей страстью делать все на ходу и быстро, они довели это как раз до абсолюта. Давайте вернемся немножко назад в историю. На изобретение гамбургера претендовало несколько разных людей в разное время в начале 20 века. Но я с гордостью могу вам сказать, что мое исследование показало, что самый первый гамбургер был сделан в городе Ансен, штат Техас, в 1880 году, за 7 лет до того, как первый гамбургер появился на Всемирной выставке. Слово «бургер» — это сокращение от слова «гамбургер», которое позволяет добавить слово, например, «селман», «тюрки», «баффало», «фиш», «чиз». Это обозначает только то, что кладется в этот бургер внутри. Что еще можно сказать о гамбургерах? Да, кстати, в начале 20 века, в 1930 году, в университете Моннесоты был проведен эксперимент. В течение 13 недель человек питался только гамбургерами и водой. По окончании эксперимента над ним были проведены все анализы, он оказался в нормальной форме, в нормальном весе, и это исследование подтвердило, что, в принципе, гамбургеры доставляют в организм все необходимые для жизни элементы. В то время, конечно, никто не заботился об уровне холестерола, и никто не взвешивал этого человека. Но история сохранила один интересный факт об этом человеке. Как его дочь говорила, один неизгладимый след эта диета оставила на нем. Он никогда, никогда, никогда больше по своей воле в своей жизни не ел гамбургеров. Можно его понять, правда же, в течение даже трех дней одна и та же пища может показаться уже просто. Тем более гамбургеры. Итак, гамбургеры. Как возможность есть условно полезную вкусную еду прямо на ходу? Еще одна вещь, которой весь мир может поучиться у Америки. Американская улыбка. Предмет насмешек, предмет зависти. Очень хороший источник заработка для местных дантистов. И, как ни странно, источник комфортной и спокойной жизни в Америке. Да, я знаю, есть очень распространенное мнение о том, что американская улыбка фальшивая, что она не выражает истинных чувств. Наверное, в этом есть доля правды, потому что очень сложно выражать искренние чувства по отношению к незнакомцам. Откуда пошла эта американская привычка автоматически улыбаться, встречаясь взглядом? Хорошо, если вернуться назад в историю, то вы вспомните, что Америка начиналась как страна переселенцев. И когда люди осваивали новые территории, они могли оказаться практически единственными жителями на огромных площадях Земли. И ближайший сосед мог находиться в большом количестве километров от вас. И, естественно, для того, чтобы быть уверенным, что всё в порядке, что вы дружелюбно к друг другу настроены, это была первая и нормальная естественная реакция сразу друг другу улыбаться. В современном мире нужно отметить, что американцы до сих пор склонны к перемене мест и очень много переезжают. В среднем, по статистике, американцы за свою жизнь переезжают 6 раз. То есть каждый раз, основываясь на новом месте, это самое лёгкое, самое простое, как можно установить добрососедские и сердечные отношения. Просто улыбаться. И если говорить об искренности, то, может быть, конечно, и нет настоящего тёплого чувства за этими улыбками. Но, как говорится, ничто так легко нам не даётся и стоит нам так мало, и ничто так много нам не даёт, как просто улыбка. Я считаю, что улыбаться всем и всегда это очень хорошая привычка и очень лёгкий путь самому почувствовать себя лучше и дать окружающим почувствовать, что вы настроены дружелюбно. И в конце концов, это научно обоснованный факт. Если долго притворяться счастливым, можно, наконец-то, им стать. Так что эта американская привычка однозначно достойна того, чтобы её перенять. Улыбаемся и машем! Американский сервис Это такая вещь, которую американцы возвели в полный тотальный абсолют. Как я уже говорила, шоппинг – это главная религия в Америке, наверное, сразу после денег. И сервис, он как раз-таки трудится на благо обоих этих божеств. Что я подразумеваю под сервисом? Это привлечение клиентов, это окучивание клиентов в процессе покупки, это сопровождение клиентов после покупки. Все эти милые глупости, как приятные ароматы в месте, где вы покупаете свои товары, как разнообразные акции, когда происходит большое количество скопления народа. Например, в продуктовых магазинах выходные устраивают просто вакханалию из возможностей попробовать любые продукты и приготовленную еду. В процессе покупки, естественно, тоже там вам все принесут, перепробовать, перемерить. А примерьте это с этим, а примерьте это с тем. В процессе оплаты обязательно окажется, что там какая-то сегодня действует скидка и на что-нибудь вы можете получить скидку и воодушевленные эти. Можете пойти купить что-нибудь еще. Естественно, всякие конфетки, подарочки. В зависимости от стоимости товара, если это блузка, вы можете получить просто открытку. Если это Мерседес, вы можете получить там тысячу долларов кэшбэк и в течение месяца вам будут присылать цветы на дом. Все делается для того, чтобы клиент был счастлив и доволен, и возвращался, и возвращался, и возвращался опять, рекомендовал этот сервис своим знакомым и думал о том, чтобы еще там такого сделать и как бы еще потратить деньги. Отдельной строкой хочу отметить вот эту вот особенность американскую. Это простота возврата любых товаров. Это такая хитрость. Они, во-первых, стимулируют покупки. Когда вы знаете, что вы можете легко вернуть любую вещь, у вас, даже если вещь под сомнением, вы ее все равно берете. И потом дома может оказаться, что она все-таки вам подходит, и это вы ее себе оставите. И второй момент, даже если эта вещь вам не подошла, я по собственному опыту знаю, что возвращаясь в магазин, сдавая эту вещь, очень трудно отказаться, не сделать еще раз кружочек и не обнаружить что-нибудь, ах, а вот это мне точно нужно, и снова что-нибудь купить. Таким образом, облегчая процесс возврата товаров, эти гады, они просто стимулируют нас возвращаться в магазин и снова и снова. В витрины, конечно же, традиционно выставляется все в самом-самом-самом привлекательном и лучшем виде. Обязательно обо всех возможных скидках пишется вот такими вот огромными буквами, чтобы никто не пропустил. Заходите обязательно, не пропустите. Всего один день, всего пять дней, скоро все закончится. Скорее входите внутрь, несите ваши денежки. Клиентский сервис, работа с клиентами в Америке возведена в очень высокую степень, и некоторым странам этому учиться и учиться. И поверьте, когда я сделаю это видео на английском и буду рассказывать по-английски про этот сервис, американцы будут негодовать, потому что они считают, что он у них очень плохой. Они просто не знают, с чем сравнивать. Джинсы! Тут, как говорится, кто не любил, тот не поймет. Все, кто родился после 1990 года, сейчас могут выключить свои голубые экраны и пойти пить чай, потому что страсть к джинсам, любовь к джинсам, изначивать джинсов в жизни любого советского человека может понять только тот, кто жил в то время. Естественно, джинсы не были изобретены в Америке. Судя по названию, джинсы, джинсы ведут свою историю от итальянского города Генуя, где эти штаны шили для рабочих из парусины, из ткани для парусов, потому что Генуя расположена на берегу моря. Другое название джинсов деним, это цвет ткани, оно пошло от названия города, из которого поставляли эту синюю краску. Деним, это французский город. Как вы видите, американского в джинсах в основании своем очень мало. Но что сделали американцы? Они, как обычно, взяли эту прекрасную идею и довели ее до совершенства. Во время золотой лихорадки Леви Страус насобачился шить потрясающие штаны для золотоискателей. Что у них было потрясающего? Они были из очень плотной ткани, все места наиболее поддающиеся износу были защищены. Эти швы двойные, эти карманы, эта ткань. Все было продумано для того, чтобы в этих штанах было удобно ходить, добывать золото, жить и выглядеть хорошо. Таким образом, джинсы стали символом Америки уже тогда. Со временем, конечно же, форма и цвет, и вся линейка расширилась. Появилось очень много игроков на этом рынке. Сейчас практически каждый бренд считает своим долгом сшить джинсы и ставить на них свой лейбл. Но по-прежнему джинсы считаются американской маркой, особенно голубые джинсы. И это имя, как вы видите, до сих пор пользуется спросом в Америке и что-то значит. В настоящее время, как вы можете догадаться, если вы даже не очень модный и стильный человек, наверняка в вашем гардеробе найдется как минимум одна пара этих прекрасных штанов. Потому что это красиво, это стильно, доступно, удобно и молодежно. Таким образом, несмотря на то, что джинсы изначально не были изобретены в Америке, тем не менее, мы можем поместить их в этот лист вещей, которые однозначно американцами усовершенствованы. И весь мир может позаимствовать у американцев эту манеру носить джинсы по любым случаям. И как любая страна, которая очень сильно моторизирована и все практически перемещаются на колесах, Америка довела этот сервис проезжая и пользуясься тоже до абсолютного совершенства. Здесь называется Drive-thru сервис или сервис, когда вы едете и получаете свою услугу. Изначально все начиналось с банков. В 1930 году первый раз этот сервис внедрили именно в банковской сфере. Вот так подъезжает человек к банку, нажимает кнопочку, видите, вот там Call, Taylor, получает ответ и сообщает о том, какой он хочет совершить операцию, положить деньги, снять деньги. И вот в эту емкость он может отправить свой конверт или получить то, что ему нужно. В некоторых банках в таких местах бывают автоматы по выдаче денег, так называемые ATM-машины или банкоматы, как они называются по-русски. В некоторых банках можно получить вот такое обслуживание, внести или пополнить деньги путем обращения к живому человеку. Это на самом деле очень удобно, потому что вся эта область вот так покрыта крышей, во время дождя, снега, урагана, вот так подъехать и что-то получить очень удобно. Ну и конечно же в нашу техасскую жаркую погоду это тоже прекрасно и приятно, что не надо выходить от машины, никуда идти, просто вот так вот раз и получить свою услугу. Ну конечно же получив такое замечательное изобретение американцы не могли остановиться только на банковской сфере и это очень быстро распространилось. На сегодняшний день таким образом можно купить лекарства в аптеке используя подобный сервис Drive-Thru, можно купить продукты в продуктовом магазине, можно купить алкоголь в алкогольном магазине, можно заехать на почту и получить какие-то почтовые услуги или отправить свои отправления. Есть такие сервисы по заказу и приему фотографий, когда вы печатаете свои фотографии. Это в общем-то все такие очень распространенные и объясняемые вещи, но есть и некоторые странные, даже дикие вещи. Например, в Лас-Вегасе таким образом можно даже пожениться или выйти замуж. Вот я нисколько не вру, погуглите. Есть такой же сервис для тех, кто приезжает почтить память умерших. То есть где-то в каком-то месте за стеклом помещаются останки или может быть портрет и люди проезжают через эту линию, не знаю, возлагают ли они там цветы или просто делают вот так, мы помним о вас. Это из смешных таких вещей, которые совершаются методом drive-thru. И есть история о том, что где-то в Пенсильвании таким же образом один из законодателей устроил свой офис там, где можно получить юридическую консультацию или какую-то информацию о законодательных актах в этом штате. Таким образом, подобного рода сервис, опять же, он был изобретен в Америке. Наверное, нельзя сказать, что это страшно оригинальное, никто другой этого не придумал. Но так как это сделано в Америке, очень удобно и просто, я считаю, что этому вполне можно поучиться другим странам. Ну и, конечно, рестораны быстрого питания не могли не подхватить идею drive-thru сервиса. Сервиса обслуживания на ходу, потому что смотрите, как удобно. Вы хотите что-нибудь съесть, вы приезжаете в своей огромной машине со всем своим огромным семейством, вы становитесь под крышу, где вас не мочит дождь, если он идет. Бывает у нас в Хьюстоне дождь. Вы обзираете, обзираете, вы рассматриваете меню. Да, я знаю, знаю, ничего тут аппетитного, но тем не менее, что есть, то есть. Это ресторан быстрого питания Соник. Рассматриваете меню, нажимаете кнопку, сообщаете о своей готовности сделать заказ. И дальше у вас есть два варианта. Либо всю эту еду вам доставляют прямо сюда в машину и вы ее съедаете в машине, либо вы перемещаетесь за столик и съедаете свою еду. Скажем так, здесь, конечно, район не самый приятный, чтобы сидеть и принимать свою пищу, но тем не менее, вы можете это делать на улице. И наконец, вариант номер три. Пока вы объезжаете здание по кругу, там внутри происходит работа. тысячи маленьких бисенят. Да, Терри Претчет, мой любимый автор. Тысячи маленьких сотрудников суетятся над вашим заказом, готовят вам всю эту неполезную и, наверное, не очень вкусную еду. И вот в это окошко вы забираете свой заказ. В общем, такие же сервисы есть практически у каждой кофейни, у небольших сетевых ресторанов. Бывают даже иногда практичные с таким драйв-фру сервисом. Это мои пять интересных фактов, пять полезных вещей, которые американцы возвели до абсолюта, и весь мир мог бы у них этому поучиться. У меня к вам, как всегда, вопрос. Я собираюсь сделать подобное видео о России, о том, какие пять вещей весь мир мог бы поучиться делать у русских. Это видео я собираюсь делать на английском, и мне, конечно же, было бы интересно ваше мнение. Что из перечисленного вы считаете действительно достойным тому, чтобы перенять и внедрить это в своей жизни? И, во-вторых, конечно же, для видео «5 вещей, которые весь мир может поучиться делать у России», мне интересно ваше мнение, что достойно войти ваше видео. Встречаемся, как обычно, в комментариях. Не забудьте поставить лайк к этому видео, поделиться им, и далеко не уходите. Впереди, как всегда, еще очень много интересного. Пока!